Иван Федоров, городской глава Мелитополя, к нам присоединяется. Иван, добрый вечер. Здравствуйте. Да, приветствую вас. На временно оккупированной части Запорожья для оккупантов взрывы уже стали нормой. Вчера в оккупированном Токмаке, днем ранее в Мелитополе сообщали о взрывах. Как на всем этом фоне, плюс на фоне контрнаступления вооруженных сил Украины, которые продвигаются на запорожском направлении фронта, чувствуют себя российские оккупанты? Какие действия предпринимают, какие у них настроения в их кругах? Действительно, ликвидация врага была всю неделю. Сегодня, в воскресенье, можно подводить предварительные итоги. Взрывы были как в Бердянске, так и на Литополе, Каменка-Днепровке. Ну и, конечно же, наиболее часто и наиболее сильные взрывы, которые приводили к ликвидации врага, были непосредственно в фронтовом городе Токмаке. Почему Токмаке это было наиболее часто? Потому что сегодня Токмак это, по большому счету, фронтовой город, где враг концентрирует свои основные ресурсы, начиная от пушечного мяса, продолжая непосредственно военной техникой с колдами боеприпасов. Именно на территории Токмака и Молчанска идет максимальная концентрация вражеских войск. Именно поэтому и взрывов там самое большее количество. Также мы видим тенденцию о том, что, когда вы задаете вопрос, какое настроение у врагов, то тут нужно разделить на две части. Если мы берем города, которые отдалены от запорожской линии фронта, такие как мой родной Мелитополь, Бердянск, Приморск, Приазовская, то там на сегодняшний день враг себя ведет, как ни в чем не бывало, и продолжает рассказывать своей пропаганде о том, что Россия тут навсегда и никогда уже не вернется. Конечно же, мы понимаем, что это ничего, кроме пропаганды и ничего не стоящей информации, но именно такой информацией враг пытается накачать наших людей. Чего не скажешь непосредственно про сам Токмак. Там на сегодняшний день чувствуется о том, что приближение вооруженных сил Украины совсем скоро, о том, что освобождение города точно будет, и каким образом мы это видим. Ну, первое, сегодня большие проблемы у врага даже с логистикой. Даже продукты питания им перестали системно привозить, поэтому вражеские военные ходят и побираются даже продуктами питания у местных жителей. Второе, на временно оккупированной части Запорожской области всей и на прифронтовой части особенно есть большой дефицит топлива. Если бензин на заправках после больших очередей еще можно найти, то дизельного топлива на заправках уже невозможно найти, невозможно заправиться. Единственное спасение для мирных жителей – это то воровство и коррупция, которая процветает в российской армии, поэтому российские военные распродают массово дизельное топливо с своей военной техники. Также мы видим тенденцию этой недели, о которой нельзя не говорить. Это то, что некоторые спецподразделения ФСБ выехали с временно оккупированного ТОКМАКа. Также с собой прихватили и те фейковые нелегальные паспортные столы, в которых принудительно заставляли наших жителей оформлять паспорта российские. Особенно мы видим, что тенденция на усиление паспортизации была до фейковых выборов, а во время того, как российские предатели либо российские гастролеры ходили по домам наших жителей, мы слышали о том, что они массово угрожали всем тем, кто еще не получил российские паспорта, потому что сразу после выборов будет их депортация. Ну и последнее, чем ознаменована уходящая неделя, это тем, что уже третий день на территории временно оккупированной Запорожской области почти перестал работать мессенджер WhatsApp. Раньше это было одно из основных средств связи с нашими жителями, с нашими жителями с временно оккупированной территории. Сегодня враг начинает через свой русский нет, потому что интернетом невозможно называть ту сеть, которая работает во временно оккупированной части Запорожской области, начинает блокировать каналы связи, порты связи WhatsApp непосредственно. Для чего он это делает? Делает по одной простой причине. Потому что хочет еще большую информационную блокаду посадить наших жителей и ограничить им возможность получения объективной правдивой информации. Иван, вот вы упомянули о фактически давлении на местных жителей со стороны оккупантов, но еще плюс к тому приближение вооруженных сил Украины, очевидно, еще больше нагнетает в оккупантах вот эту агрессию. Чуть ли не в каждом жителе, наверное, уже там они видят участника движения сопротивления, там, корректировщика и так далее. Есть ли случай вот такого, ну, фактически даже не давления, но преследования местных жителей за какие-то такие подозрения того, что они будут быть причастны к партизанам, движению сопротивления? Мы с вами много раз говорили о том, что террор местного населения и как следствие террора максимальное воровство в плен наших людей, это один из основных методов террора, который враг использует на временно оккупированной территории. На этой неделе мы увидели тенденцию о том, что в Михайловке, населенный пункт, который находится непосредственно в 30 километрах от Мелитополя, идут массовые заборы в плен людей. Если начало недели ознаменовалось тем, что забирали в большинстве своих мужчин в плен, то продолжение с середины недели начали массово забирать и женщин. Почему именно Михайловка? Сложно ответить. Есть единственная вероятность, потому что это приближенный город также к Сапорожской линии фронта, непосредственно к Токмаку, поэтому именно там сегодня концентрируется огромное количество российских войск, именно поэтому там сегодня забирают наших жителей массово в плен. Также террор продолжается и в населенных пунктах, которые находятся непосредственно между Токмаком и Работино, на которой наши героические военные освободили несколько недель назад. Именно с этих населенных пунктов на сегодняшний день жители начинают выезжать на территорию Токмака, Михайловки, Веселого, Мелитополя по одной простой причине, потому что враг ужесточил террор в данных населенных пунктах, массово проводит обыски в квартирах, домах, забирает все необходимое врагу имущество и без надобности также забирает, поэтому жители не выдерживают такого прессинга и выезжают с данных населенных пунктов. Но это точно не отменяет тот массовый террор, который как продолжался, так и продолжается на всей оккупированной части Запорожской области, где наших жителей полностью ограничили возможности пользоваться медициной, социальными услугами, иметь право на выезд, иметь право на работу. То есть геноцид и террор продолжаются на нашей территории. В эфире национального марафона вы также рассказывали о том, что отбирают жилье у людей. Расскажите подробнее, кто, зачем и если там живут люди, то их куда? Последняя часть вашего вопроса совершенно не интересует врага. Ему без разницы, где будут находиться наши жители, ему без разницы, где будут находиться наши жители, которые вынуждены остались во временной оккупации. А выглядит это следующим образом. Первая волна отбора жилья, квартир, она была еще в первые месяцы оккупации. Когда те квартиры, которые остались пустыми от тех жителей, которые выехали, вынуждены, выехали, потому что не захотели мириться с временной оккупацией, в эти первые квартиры и дома зашел враг и находился там. Сейчас же поменялся подход к отбору квартир. Выглядит он следующим образом. Они ищут не пустые, а они ищут нужные. Соответственно, если им в том или ином районе, в том или ином квартале, в том или ином месте необходимы квартиры или необходимы дома, то они просто дают сутки жителям на выезд и абсолютно без разницы, где они будут находиться. Они забирают квартиры, забирают дома у наших гражданских жителей. Также мы видим тенденцию о том, что они прикрываются фейковыми документами о национализации, которые точно не имеют ни малейшей юридической силы. Издает их Гауляй Тарбальский, национализирует жилье и передает их в пользование непонятно кому. Такая же ситуация примерно происходит и с производствами, бизнесами, складскими помещениями. Когда враг просто отбирает бизнеса, магазины, склады, все остальное, и тенденцию мы видим в последних месяцах о том, что происходит уже передел между непосредственно кланами самими российскими. Когда сначала забирали тех, кто работал под крышей ФСБ, сейчас забирают тех, кто работает под крышей кадыровцев либо дагестанцев, соответственно, у них передел начинается внутри себя. Как и тенденция непосредственно была ранее, когда сначала приезжали какие-то ДНР, ЦЛНР, забирали бизнес, потом приезжали бизнесмены, и продолжают отбирать бизнес у наших жителей. Иван, вот еще перед проведением вот этих так называемых выборов на временно оккупированной территории, украинский генштаб, украинские власти, вы, кстати, тоже в своих интервью предупреждали о том, что после этих выборов Россия начнет на оккупированных территориях вот эту принудительную мобилизацию. местных жителей. Известна ли сейчас вам вот эта ситуация в Мелитополе, в других населенных пунктах, как вот с этим обстоит ситуация сейчас? Мы можем сказать о том, что мобилизация началась на временно оккупированной части Запорожской области. Что, в моем понимании, означает началась мобилизация? Враг начал всячески заставлять наших жителей обращаться в военкомат для того, чтобы становиться на учет. Это раз. Во всех коммунальных предприятиях, медицины, образования, обслуживающих предприятиях поставлена задача максимально всех поставить на воинский учет. Также мы видим тенденцию о том, что на российские номера жителям, которые вынуждены остались во временной оккупированных части Запорожской области, начали приходить сообщения с требованием в конкретный срок стать на военный учет в фейковом военкомате. Также дана команда центру занятости, тот, который должен помогать подбирать работу нашим жителям. Но сегодня центру занятости дана команда в максимальном количестве заключать контракты с нашими жителями и отправлять их на войну. Они сегодня предлагают какие-то там лояльные условия. 200 тысяч рублей заработная плата, 150 тысяч рублей за подписание. Но мы четко владеем информацией о том, что ни один житель временно оккупированной Запорожской области не согласился подписать данный контракт. По одной простой причине никто не хочет воевать против своей страны и против нашей украинской армии. Потому что даже по истечению полутора лет все ждут возвращения вооруженных сил Украины и поднятия украинского флага на центральной площади города Мелитополя и всей временно оккупированной Запорожской области. Но мы видим тенденцию о том, что сегодня враг заставляет всех становиться на учет военкомат. Следующим этапом будет непосредственная принудительная мобилизация. Пока что мы видели тенденцию, когда тех людей, о которых забирали в плен, отправляли рыть окопы на Запорожскую линию фронта. Мы знаем, к сожалению, такие факты. И знаем, что именно таким образом издевался враг над нашими людьми. В сети появились фотографии о том, что поразвешивали по Мелитополю фотографии так называемых героев, так называемой специальной военной операции, российских царей, даже Дарьи Дугиной. Зачем? Как люди реагируют на вот эти вот пропагандистские такие вбросы? Для того, чтобы ответить, зачем, я хотел бы вас обернуть в небольшую историю. Если помните, полтора года назад, когда враг оккупировал наш город, первый флаг, который он поднял над городом, был как раз не флаг России, а флаг Советского Союза. И именно это символизирует то, что враг пытается вернуть наших жителей в прошлое. Каким образом? В первую очередь пропагандой. Именно такими муралами, именно такими рисунками и разрисованными зданиями. Именно всем этим враг пытается вернуть наших жителей в прошлое и таким образом поменять их мысли. С каждым днем все сложнее становится доносить правдивую информацию и объективную картину до наших жителей. Но наша задача максимально коммуницировать с нашими жителями и показывать им правду. Меня радует, что те выборы, которые фейковые прошли, точно не внесли никакую сумятицу для наших жителей. Потому что у нас с вами, украинцев, есть один весомый аргумент. В Херсоне референдум был, а Херсона у россиян больше нет. Наши героические военные, наши герои военные освободили Херсон. Та же самая ситуация будет и с временно оккупированной частью Запорожской области. Поэтому рисунки, которые разрисовывает враг наш город, это ничего более как пропаганда, навязывание своих ценностей и переписывание истории. Иван, Центр над сопротивлением сообщает, что в Мелитополе создаются так называемые медиашколы для воспитания новых пропагандистов и дальнейшего насаждения пророссийских нарративов. Что вам известно? Что это за школы такие? Кто в них проходит обучение? К сожалению, дети это та категория, которая наиболее страдает от врагов на территории оккупированной. Начинается это все с садиков, продолжается школа, продолжается в захваченном университете. К сожалению, я оборвалась связь. Если мы буквально там в несколько секунд успеем еще раз связаться с Иваном Федоровым, то мы продолжим говорить о том, что делают российские оккупанты на временно оккупированные части Запорожской области, в частности в Мелитополе, в Токмаке. Иван, вы нас слышите? Так, так, да, да, слышу вас. Да, продолжайте, пожалуйста. На сегодняшний день наиболее страдает категория – это детские сады, школы и университеты. Но пропаганда есть не только в тех местах, куда враг заставляет наших детей ходить для того, чтобы учить неправдивую историю, рисовать рисунки российским солдатам и петь гимн на России. Пропаганда продолжается и во внешкольном образовании. Например, каждый ребенок, который остался на временно оккупированной части Запорожской области, обязан вступить в одну из десяти общественных организаций, которые все про одну – это юная армия, юг молодой и так далее. Параллельно есть еще спорт, и на спорт имеют право посещать теперь только те, кто взяли российский паспорт. И также есть еще ряд организаций, куда наших детей всячески намагаются привязать. Это, например, соревнования по строевой подготовке, либо соревнования юно-армейцев. И одним из элементов еще появилась их пропагандистская медиашкола, где они наших детей пытаются привязать к обучению, под каким углом правильно подавать информацию, что такое СВО, как это правильно трактовать, что такое украинцы, как правильно это трактовать. Соответственно, и они пытаются за счет вот этой пропагандистской медиашколы клонировать систему формирования большего количества агентов влияния, которые будут после влиять на пропаганду. Мы должны признать то, что в закрытом вакуумном информационном пространстве на детей легче всего действовать врагу, и поэтому он будет получать какой-то результат от этой деятельности. Поэтому сейчас мы должны готовиться к деоккупации, а именно после деоккупации каким образом оздоровить наших детей эмоционально и интеллектуально, каким образом мы их будем оздоравливать, а именно социализировать. Поэтому это отдельный план работы наш, который мы сегодня прописываем. Безусловно. А еще нужно позаботиться о том, чтобы все виновные в том, что промывают мозги украинским детям, милитаризируют их всячески на временно оккупированных территориях, начиная от учителя школы, завезенного из России, заканчивая директором этой школы, и высшим руководством Российской Федерации, понесли ответственность за содеянность. Спасибо вам большое. Иван Федоров, городской глава Мелитополя, говорили о ситуации в захваченном городе, также на временно оккупированной части Запорожской области, о том, как Россия проводит там мобилизацию, как давит на жителей, но при этом украинцы сопротивляются как могут. Спасибо.